всем привет ну что я сегодня с утра записал видео про силиконовые приманки и гордо сказал что я отбываю на дон ловить по открытой воде а вот хрен бы там получилось все немножечко по другому вот так примерно это все выглядело ну что я прибыл на дон смотрю сейчас что здесь творится но тут похоже лед стоит ребят люди вон сальдо ловит потом я еще долго колесил по берегам в поисках найти хотя бы какую-то открытую воду и в итоге я уехал на реку воронеж на сброс на водосброс сейчас буду пробовать я правда под отводной ничего не брал но может у кого кусок флюра возьму пойдемте так фигня какая-то что-то меня вообще здесь на зацепе везет все время о кормушка хорошая кормушка с поводочком в итоге я не поимел ни одной поклевки с чем и вернулся домой и поэтому решил все-таки записать видео про те подарочки которые мне засылают подписчики и буквально недавно был случай мне позвонил один из подписчиков и сказал спустись я тут тебе коробочки привез которые у меня тут дома лежат они мне не нужны посмотри вдруг что-то там тебе нужно и привез меня три вот таких здоровых коробки они покрыты пылью времен потому что к ним много лет никто не прикасался я вот прям сейчас возьму вот эту большущую ох я мое а ведь раньше в таких коробках и носили снасти вот в таких массивных деревянных коробках сбитых гвоздями замками где коробка тяжелее чем приманки это сейчас мы привыкли что у нас все легкое и удобное и красивое а раньше мы пользовались именно этими коробками я вот открываю ой смотрите чут тут такое богатство здесь и кормушки зимние зацените это же все самоделки ребята это все делалось это ничего нельзя было купить практически ничего люди это все делали своими руками мне вообще можно музей уже скоро будет открывать смотрите вот такие кормушки красота здесь стройники я уже посмотрел оснастки знаете что это это ловля на кольцо она сейчас запрещена у нас по закону ловля на кольцо а это вот все это все кольца вот закрываем ох этот ящик тяжеленный убираю под стол что у нас еще от вот этой коробки мой бы тесть заплакал потому что если я сейчас открою и покажу вот эту леску те кто люди моего возраста и старше просто заплачут зарыдают крокодиловыми слезами потому что вспомнил что именно этой леской мы все ловили именно эту леску искали в магазинах именно эту леску хоронили в пакетиках в холодильнике чтобы она жила много лет у моего тестя наверное до сих пор еще на некоторых удильниках я так чувствую стоит вот эта леска но судя по тому как часто на подсечках он ее отрывает а как вы хотели этой леске больше 20 лет вот так вот коробочка замечательная коробочка она кстати еще не тронута я уже показывал эти коробочки мы вот эти вот перегородки вырезали и сюда потом укладывали зимние блесна вы видели у меня на видео ну еще одна коробка а очень интересная самая маленькая кстати в ней еще лежат две коробочки в одной лежат очень-очень маленькие ой 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 абсолютно рабочая тема маленькие свинцовые мормышечки дробиночки они ловят прекрасно и кстати я так думаю что я буду применять их для ловли на мормышингом на спиннинг вот еще классика ребята вообще не тронутая мормышки даже которые не вынимались еще из этой классической упаковки кстати они между прочим очень хорошо на прудах работают по карасю на стоячку муравьи там или как-то они называются я не знаю самое главное вот эта коробочка в которой лежат блесна старый советский вот здесь блесна заметь я честно говоря подозреваю подозреваю я и судя по тому что я вижу по спилу не такое ощущение что это блесна спаяна из двух одинаковых блесен потому что она весит но я так по весу примерно прикидываю наверное грамм 45 она точно весит очень тяжелая блесна я хочу ее прям вот как есть попробовать у себя на водохранилище по ямам погонять вот эту блесну вот эта блесна явная самоделка но опять же для моих затей словли крупной щуки по яму я думаю что эта штука будет работать опять же здесь есть замечательная вот такая блесна не знаю ее название даже если честно я вообще плохо эти названия все запоминаю но блесна очень хорошая то есть я ее просто вижу по самой форме что это блесна будет абсолютно рабочая а есть еще вот такие три блесны прям это вообще подарок подарок вот такая блесна в трех экземплярах эту блесну можно точно также как и вот эту даже не спаивать а просто вот так вот сложить вдвое состегнуть заводными кольцами и она будет уже работать как утяжеленная блесна то есть одна будет допустим легкая одна будет сдвоенная утяжеленная будет работать не хуже но по глубоким местам тоже не знаю как она называется пишите кто знает как называется эта блесна я не знаю вот такая блесна у меня тоже есть я очень люблю и ловить тоненькая легенькая но чрезвычайно рабочая блесна который прям вообще я ее раскрашиваю фломастерами и прекрасно ловлю вот маленькая блесенка но вот конкретно вот это я как-то не сильно ловлю хотя у меня она тоже есть очень хорошие блесны это вообще это шикардосные подарки я не знаю знаете интересно это старые снасти те которыми ловили еще там наши отцы деды но они абсолютно рабочие то есть вот они мне милее чем любая современная снасть и вот в тему к еще один подгон еще от одного моего подписчика это вот такие блесны которых у меня нету в коллекции вот такая блесна я ее видел в интернете вот такая вот с пупырышками не знаю не помню как она называется вот такая не зацепляйка шикарная тоже очень хорошо ловит она прям идет и она падает исключительно вот так вот крючком вверх реально реально не зацепляйка вот такая странная блесна с двумя крючками тоже не ловил ей никогда будем экспериментировать летом и вот еще две блесны опять же тоже вот не помню название вообще класс да я снимаю видео я рассказываю о том что не знаю то есть я говорю ой какая классная блесна понятия не имею как она называется вот ты валера молодец вот у меня есть такое ощущение что вот эта блесна судя опять же потому шву который я вижу она явно спаяна из двух одинаковых блесен а может быть это так и задумывалось потому что шов вот здесь идет и вот еще кстати интересная блесна а у меня есть что-то подобное по форме но это блесна вот здесь плоская она абсолютно плоская а вот только выгнутая только вот в этой части это даже видно по выштамповки вот здесь я не знаю опять же как она называется но это неудивительно но мне кажется что вот эта блесна будет у нас по щуке работать бомбезно и на ней кстати между прочим стоит уже очень хороший современный тройник то есть значит что этой блесной реально ловили и ловили не так давно потому что тройник здесь стоит очень даже очень зачетный то есть явно было что она не просто так лежала в коробке и что еще хотел сказать уже о более современных вещах которые мне дарили подписчики подарок от одного из подписчиков было видео где человек мне прислал воблеры собственного изготовления ребят я конечно тоже делал воблеры вы видели и в моих видео я тестировал воблеры собственного изготовления но это была такая жалкая подобие чего-то хорошего то есть ну вот так себе а вот это по классу изготовления по качеству окраски по вот всему но это я не знаю как надо человеку было заморочиться чтобы вот изготавливать а вот такие замечательные воблеры это просто бомбезно то есть они все шумящие у них там в этом нет вот в этом шарике вот в этом что то есть да ай а они здесь шарик еще а тут мало того тут по моему еще и шарик стоит с магнитом потому что он да по моему с магнитом как вот люди это все делают дома у себя я не знаю но это просто фиере и еще меня потряс еще один мой подписчик который уже в конце сезона подарил мне вот такой слайдер ну или джек это скажем даже будем считать джек такой весом ну так если на вскидку если сравнивать с салмовскими джерками ну грамм 70 он весит я так думаю я его даже не оснащал еще крючками тройниками то есть все тут все как вот по фэн-шую но посмотрите насколько классно все сделано то есть сеточка тут имитация чешуи глазки эти перышки все то есть все отрисовано я не знаю но это вот это прям реально брать продавать хороший бизнес ну ручная работа как вы понимаете всегда дорого а за сим как говорится пока пока подписывается на канал пишите как что называется как что есть здесь потому что интернет очень сильно перевирает название этих блесен кто что знает пишите пока а